Более чем через неделю после дня голосования во Флориде продолжается пересчет голосов. На кону пост губернатора и место в Сенате США. Процесс напоминает события 18-летней давности, когда именно во Флориде было решено, что президентом США станет республиканец Джордж Буш-младший, а не демократ Эл Гор. Однако на этот раз ставки намного скромнее. Даже в случае успеха в штате демократическая партия не получит большинства в Сенате. По предварительным данным, больше голосов завоевали республиканские кандидаты. Рон Де Санти, сборящийся за губернаторство, обходит демократа Эндрю Гиллома. А экс-губернатор Рик Скотт имеет лучшие шансы на переезд в Сенат США, чем действующий сенатор Билл Нельсон. Однако разрыв между претендентами очень невелик. Поэтому пересчет проводится во всех 60 округах штата, а процесс сопровождается скандалами, судебными исками и ревизиями. Президент Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они находят недостающие голоса. Министерство юстиции США проверяет, не занимались ли члены избирательного штаба демократов махинациями с бюллетенями для голосования по почте. Во Флориде обнаружились машины, которые зажевывают избирательные бюллетени. Небольшой сенсацией стало заявление одного местного политика, который обнаружил, что поданный им по почте бюллетень не был учтен, потому что подпись на бюллетене не совпала с подписью, имеющейся в базе данных избирательной комиссии. Пострадавший также подал иск в суд, требуя проверки и учета его волеизъявления. В штате уже проходят похороны честных выборов. Федеральный судья разрешил завершить пересчет голосов не в четверг, как планировалось, а в субботу, однако нет гарантии, что этот процесс будет завершен. Продолжение следует...